Привет! Видео называется «Все, что вы хотели знать о пасхальных традициях в Тироле, но боялись спросить». И одной из известных пасхальных традиций не только в Тироле, не только в Шахталлической церкви, но и православной, международной, можно так сказать, и общей является раскрашивание пасхальных яиц. И как раз здесь, за моей спиной, и не только, вокруг меня везде, очень много яиц пасхальных, которые, в общем-то, были поручены различным школам вокруг Инзбруха. Ну и да, собственно, дети раскрашивали все эти яйца, и сейчас мы пойдем посмотрим. Пожалуй, самые красочные, самые веселые, самые яркие яйца, которые привлекают больше всего внимания, как раз-таки находятся в центре этого, я не знаю, яичного ансамбля, назовем это так. Да, и как раз вот это вот с мужской тематикой сделано на одной школе в Инзбурге, кажется. Вот, и их слоганом было «Яйцо выживет, I will survive», потому что «survive», а это яйцо по-немецки. Вот, и также, что «меньше пластика» означает «больше жизни в море», при том, что яйца... Потише там. При том, что яйца сделаны из пластика. Довольно такой интересный слоган, но я надеюсь, они сделаны из переработанного пластика. Тогда он имеет смысл. И тогда, действительно, в море будет меньше пластика и больше жизни. Тоже прикольненькая, веселенькая, радостная, сделанная школа из начальной школы в Мюляу. Это один из районов Инзбука. Он находится на северо-востоке. Да. Вот, то красочное тоже. Здесь, по-моему, была школа из Рума, если правильно помню. Вот, это тоже к северо-востоку от Инзбука. Ну, это тоже, как бы, район Инзбука уже считается им. Ну, или пригород, ближайший пригород Инзбург, назовем это так. А здесь прям высокотехнологичное яйцо практически. Это школьники из Райтмонс гимназии в Инзбурге. Им было дано задание сфотографировать. Ну, собственно, кажется, они свою школу сфотографировали. В общем, найти известные достопримечательности Инзбурга, сфотографировать их. И при помощи особой печати эти фотографии были потом нанесены на яйцо. Тоже очень интересно. Вот здесь Гольден Дахль. Потом, я не помню, как эта башня называется, но тоже в старом городе Инзбурга. Вот, классический инзбургский вид через реку. На самом деле, это уже... Ну, изначально это не Инзбург. Изначально это Хертинг. Городочек, когда-то, точнее, был деревушкой напротив Инзбурга. Естественно же, трамплин. Естественно, замок Амраз. Ну, что-то мне бы сказать, что вот то, это действительно их школа. Потому что я это здание не знаю, и как достопримечательность так точно. Вот. А здесь, знаете, просто прикольные пасхальные кролики и цыплятки, и бабочки. Потому что Пасха это что? Пасха это весна, в первую очередь. Возрождение, новая жизнь и так далее. Собственно, вот. Такая вот Пасха в Инзбурге. Здесь у нас яйцо, раскрашенное школьниками и бунду с гимназием. Это, получается, как это, государственная гимназия в Зильгассе, на Зильгассе в Инзбурге. Вот. Здесь уже видно, что делали все-таки ребята из разных классов. Не только изначальные школы, уже постарше. Такие подростковые всякие мотивчики. Вот. Тут у нас безымянное яйцо с португальскими петушками. Безымянное, потому что, ну, не написано, кто это сделал. Но все равно красиво, интересно. Но они использовали, видимо, наклейки. Вот. А здесь яйцо, созданное католическим молодежным объединением, ну, или детским объединением. Католиши Югеншар Диоцена Инсбург. То есть, Инсбургский Диоцен и Инсбургская епархия занимаются, ну, видимо, культурным воспитанием молодежи, детей. Вот. И для создания этого яйца в один прекрасный день в Аксаме, да. В 2020 году в Аксаме, это деревушка к юго-востоку от Инсбурга, а, к юго-западу, сори. Вот. Согнали в поле 300, 300 детей для того, чтобы они раскрасили это яйцо. Но каждый цвет по-своему уникален, каждый мазок является, так сказать, представлением, ну, или воплощением уникальности каждого ребенка, который раскрашивал это яйцо. Все мы уникальны, все мы разные, ну, и все мы все равно объединяемся в одно, в одно, в одно сообщество, в одну планету, в конце концов. Вот. А, какой милый, я не знаю, кто это, птыц, птах. Или люди на воздушном шарике. Прикольные рисунки. Нирвана, куда же без нее. Теперь вопрос, достигли ли они нирваны, пока рисовали, раскрашивали это яйцо. Помимо традиционной покраски яиц, как заверили меня мои коллеги, ни одна Пасха не обходится без традиционного южно-тирольского блюда. Спаржи в ботсно-соусе. Ботсно-соус. Что же это такое? Это соус, скорее всего, который был придуман в Бальзана. Ботсон, это Бальзана, столица Южного Тироля. Для этого, как вы, наверное, догадались, нам нужна спаржа. 2 килограмма по рецепту, но у меня более бюджетный вариант, 6 штучек. 2 диетические порции, ну, или одна чуть побольше. Также нам нужна горчица, 2 чайные ложки. 150 миллилитров масла. Уксус. Белый бальзамический, ну, или белый винный. Перец. Соль. Здесь тоже 3 чайные ложки. Ну, и, конечно же, яйца. Крутится медленно. Значит, свежая. Первое-наперво нам нужно почистить спаржу, для того, чтобы потом её можно было вообще-то отварить. Но я буду её делать в пароварке. Да, её отваривают по-хорошему в воде, с добавлением того же уксуса ещё, плюс столовая ложка примерно. А также масло. Не знаю, как это должно помочь в варке, но его добавляют. Ну, и также соль. Никогда не чистила спаржу. Сейчас попробую. Почти. Это потом можно будет вот врезать. Опциональный вариант. Это ещё добавить, сделать это более по-беликийски и обмотать спаржу в бекончик. По крайней мере, мои друзья из Бельки клялись и божились в том, что спаржа замотана в бекон. Это их национальное блюдо. Да, у меня одна сломалась. Сделаю перевязку. Это на самом деле не обязательно, но как вариант. Раз уж у неё всё равно всё будет в пароварке, только хоть какая-то соль получится, впитается от бекончика, передастся в спаржу. Да, я уже не захочу. Ну, почти. И потом это дело отправляется на 15 минут в приварку. Вроде бы всё легко. Посмотрим. А то, как спарж принимает водные процедуры, займём за соусом. Вы же, небось, думали, сейчас будем взбивать майонез. А вот и нет. Яйца варятся. Причём делают это 7 минут. Но это, получается, не совсем круто. Это как раз... Челточек будет жидким. Поехали. 7 минут. Третья. Третья. Холодец. Третья. Конечно же какое тирольское блюдо без пармезана, как раз пока варятся яйца, можно его натереть. Продолжение следует... Что же наши яйца, спросите вы? Так вот, после того, как они сварились, их нужно очистить с кожуры. Продолжение следует... Затем вынуть желток. Наверное, это лучше делать ножом на свинку. Желток смешать с горчицей. Что-то мне подсказывает, что он должен быть чуть-чуть более жидким. Ну ладно, видимо не 7 минут, а в моём случае 6. И да, у меня горчица чуть больше, потому что, ну потому что баночка заканчивалась, не пропадает же добру, получилась где-то хорошая такая столовая ложка. Но это сладкая горчица, а горчица в ныне не бывает, особенно если она сладкая. И теперь это смешивается в такую вот пюрошечку. Добавляется соль. Конечно же перец. В рецепте было сказано, что свежемолотый белый перец, но у меня смесь. Это белый, черный и красный. И даже пушистый. Чуть-чуть горячей воды. Столовую ложку. Ну, у меня вилка, вот так, столовая вилка воды. Ну, примерно так. Масло. 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 Наш не машин. Масло. 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 Всё. Что-то мне подходит, что душу взять миксер. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы же думали, что мы забыли про белок. Нет, конечно. Белок мелко-мелко рубится. Если у вас есть специальная резка для яиц, то, пожалуйста, используйте её. В принципе, можно, конечно, потереть на тёрке. Но я люблю рубить. Конечно, всё разлетает в обратные стороны. Но это же часть веселья. Part of the fun. И, кстати, я поняла, почему это традиционное пасхальное блюдо. По крайней мере, вот этот ботс на соус. Почему именно этот соус? Потому что как раз-таки в Пасху у вас огромное количество сваренных яиц, которые надо куда-то применять. Вот, пожалуйста. Единственное, что я уже сейчас попробовала, немножечко соус. И всё-таки лучше обойтись двумя чайными ложками горчицы. Получилась столовая ложка с горкой. Получилось немножечко... Слишком уж горчично. Хотя, надеюсь, сейчас белок исправит эту ситуацию, сделает его чуть-чуть мягче. Но, с другой стороны, если вам нравится очень сильный такой яркий вкус, то как раз горчица. Надо побольше. Ну вот. Прекрасно. Всё, как мы любим. Раскидать всё по всей кухне. Ну и, естественно, это добавляется сюда. Ещё одна хорошая причина держать своё рабочее место в чистоте. Это не хватает. Пресной доски. Можно использовать стол. Смотрите, столяшницу. Насчёт упора, если это сказал человек, который пытался взбить маршмеллоу, вручную, венчиком. Как же я рада, что существует миксер. И что он у меня наконец-то есть. Вот. Ещё рецент говорит добавить этот самый шнитлоу. Я всё время забываю, как это по-русски. Ну, в общем, мелкий зелёный лук. Сажениц. Средц. Я не помню, как он называется. Ну, в общем, тот самый весенний, который сейчас по сезону. Ну, всё это перемешивается. У меня не было свежего, поэтому я использовала. Если свежий, используйте свежий, конечно же. Ну, что я могу сказать? Это похоже на то, что было на картинке. Значит, значит, что-то я сделала правильно. Достаем спаржу срочно. Оп. Её посыпаем пармезаном. Быстренько добавляем масло, куда же без него. Упс. С ним всё мягче, нежнее и сытнее. И сверху соус. Почти как в лучших мишленокских ресторанах. И не важно, что я это блюдо делаю первый раз. Идеально. Всё. Всё. Приятного мне. Надеюсь, вам тоже когда-нибудь аппетита. Всех спас. Итак, немного к пасхальных кулинарных традициях Тироля и, в принципе, немецкоговорящей среды. Вместо традиционных куличей, к которым мы привыкли, мы здесь любят делать так называемый Остенцопф. То есть, это, в принципе, тесто такое же дрожжевое, но вместо куличей его делают в форме косички. Собфото коса. Целую пасхальную косу мне не удалось найти, но зато я нашла довольно прикольного кролика. Это часть косички, который просто заплет за нашу кролика. Вот. Украшают её, туда добавляют также изюм и миндаль зачастую, помимо вот сахарной пудры или глазури. Также, естественно, любят красить яйца. Мои, честно, ещё не приготовленные, я их просто потом использую в других блюдах. Вот. А ещё забавная традиция – это пасхальный кролик. Что же это за зверь и с чем его едят? В общем, пасхальный кролик, по легенде, созданный в 19 веке, это такое существо, которое, животное, которое носит яйца, сам откладывает их, сам их готовит, сам их раскрашивает, а потом сам их прячет во всех садах и огородах, чтобы дети могли его найти. Вот такой вот мифический пасхальный кролик. Но шутки шутками, а в принципе кролик является символом плодовитости, а Пасха – это как раз-таки начало новой жизни, собственно, как и яйца. Поэтому вот так вот немцы решили взять, совместить эти два прекрасных факта в один, создали свою легенду, а потом она ещё очень удачно распространилась, в общем-то, по не только немецкоговорящей среде, но также вот англоговорящие страны переняли легенду про пасхального кролика. Да, охота на пасхальные яйца ведётся активно во многих странах. То есть дети или родители красят яйца, или покупают шоколадные, или покупают уже готовые, покрашенные, и любят их прятать где-нибудь по дому или в саду, а дети бегают и их ищут. Ну, в принципе, сейчас уже помимо яйца можно прятать другие какие-нибудь маленькие подарочки. Но традиционно это всё-таки яйца. Вот такие вот забавные истории про Пасху в Тироле. Эй! Я вижу своё отражение в этих великолепных шариках. Да, есть такая же традиция украшать свои балконы, дома, деревья в своём саду такими вот пасхальными яйцами. Очень мило, очень уютно. Привет! Это чудесный пасхаль. Да, это пасхаль. Это правда? Да, но действительно правильное пасхаль. Правильное? Это много пасхаль? Да? Это много пасхаль? Ты не знал русский в школе? У меня не знал русский в школе... Гриша? Ааааа! Я ничего не знаю, что ты так жалов Monsieur. У меня не знал что-то, ааа... и мой муж examiner ему русский... АААА? Его из Екатеринбург. ИН ДАЙНО! ИНО! ВЫ�리! И поэтому это называется Катер Гриша. Да, мы имеем Гриша, Маша и Саша. И это? Две птицы, это Хенрия. Хенрия. Это теческий старый птич. Да, Лили, что я могу сходить, Хенрия. Это очень красиво. Да, ты должен видеть эти стеллажения. Эти стеллажения. Это 100 лет. Серьезно? Да, это великолепно. Он уже давно уничтожил. У него 70-летняя девушка, которая уже 70 лет была, она тоже сам построена. 70 лет, мой Бог. И ты чувствуешь эту ауру, что там есть? Большое любовь. Да, Саша. Там очень много любовь. А вот это бисер. И это бисердит как зимт, потому что здесь бисердит. Да, да. Это бисердит в гласе. Да. И это бисердит так сильно, потому что... Это бисердит тоже. Это бисердит уже, наверное, 10 лет. И это бисердит еще. Да, да. Бисердит очень открыт. Да. Да, да. В гостях ускорски одна. Да, это бисердит, потому что моя бабушка... Капитан Крот? 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 Практически эстерийские бабушки. Да. Она родилась русская. Крот. И она тоже... Крот и его друзья. Да. Но Крот kommt из Поле, да? Да, чехия. Да, чехия. Да. А вот кеншписян Руси еще, да? Я говорю по-русски. Ну так мы можем по-русски говорить. А что мы тогда по-тирольски, по-немецки? Я подумала, что ты очень хорошо говоришь по-тирольски. Ну так да, я тут четыре года живу. Четыре года только и уже так говоришь. Ну так я в школе учила немецкий. Да ну отлично. Спасибо. Францин. Да. Как тебя зовут? Ольга. Ольга. Валерия. Валерия. Мой отец был в Скорзону, русский. И моя мать чешка. Чешка. Понятно. Так классно. Ты здесь здесь всегда открыто. Если хочешь, можешь. Приходить, говорить, привет Ольга. Можно я с твоими внуками тут поиграю? А моя внучка, собственно, внучка, ей уже 18 лет. А, ну да, дерево, дерево, дерево. В общем, вот это дерево было посажено, когда внучке Ольге было 18. Да. Вот это ее дерево. Это она родилась, как это посажение было. Ну да, именное дерево. Да, она сейчас 18 лет. Это Маша сейчас. А там вот Маша где-то. Кошка Машка. Да-да-да, я вижу хвост. Потрясающе. Идешь? Она живет наверху. Угу. Идешь ты гуляешь. У каждой кошки есть своя комната. Честно? Да. Я им завидую. Кошки им разрешают, моему мужу, мне и внучке тоже с ними вместе. А, да, разрешают. Это хорошо. Да-да. В общем, идешь так, гуляешь и встречаешь чешскую женщину, которая живет в Тироле. И замужем за русским. Да. Класс. Да. Взял эти. Узоры? Да-да-да. Правда? А как он сам это все вырезал? Да, сам это вырезал. Класс. Вот так вот. Потрясающе. Да. И этот дом мы тоже не купили. Построили? Нет. Он был на Кранебитном аллее, знаешь, там построили налево такие большие дома. Да-да-да. И этот, как там еще стоял один дом, был на этом участке. Ага. И он бы был сначала как для этих, ну, строителей. Сарайчик такой. Да. И мой сын знал этого. И эспрессо. Это дети рисовали. Вот это дети рисовали? А, цветочки. Это старые были деревянные, мы их нашли. Класс. И это эти дети рисовали. Угу. Вообще. Эту корову мы тоже чуть-чуть нарисовали. Это Хенри фон Сиботин. Окей. Хенри фон Сиботин. Это мой в Чехии купила, но он уже, он уже вес такой. Немножко. Да. Постарел чуть-чуть. Усс. Постарел, да. Надо его обновить. Да-да-да. Обновил с детьми. Купила я все эти такие краски. Угу. И, видишь, здесь дети спортом занимаются. Я люблю детальки. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это будет у тебя старый. Да? Хе-хе-хе-хе. Ну, классно же, такой дом. В этот, получается... Ой, там петушок. В принципе, там можно летом. И если мне гости приезжали, они там ночевали. Там все, там стул и стол и все. А вы Пасху празднуете в мае? Пасху? Остан? Да. Да, да, да. Или два раза? Да, нет, Пасху не два раза. Один. Вроде Рожде... Красивые даты. Да очень. Вайнахтен два раза. А Вайнахтен два раза? Да, и Новый год. Понятно. А мы, кстати, в Эстонии тоже Вайнахтен два раза отмечаем. Один раз католическое, второй раз православное родительство. Каждый год насчет ёлки с моим мужем. Она должна остаться до Нового Русского Года. Видишь, это тоже Владимир сделал. Этого... Петушка? Да, и это солнце здесь. Класс. Гамак. Да, очень люблю этот дом. Класс. Так же, сейчас ты знаешь, где можно... Куда можно в гости приходить? Нет, в гости остановиться, окей? Прелестно. Очень красиво. Да. Есть много, ты потрогай. Потрогай, как она тяжелая. Наверх поднимай. Стекло. Ого! Да. Ого! А выглядит, как этот, нульный пузырик. Би... Зайфельблазе. Да, это Зайфельблазе. Очень тяжелая. И они очень красивые, потому что там не много этой краски. Да. И эта краска, она находится уже в этом материале. Это дети делали. Да? Класс. Они некрасивые, но наши. Почему некрасивые, шикарные? Да. Да. Это такая фолия была. Не покушилась. А вот. В горячую воду на яйца. И вот такого получилось. Ну классно. Это меня рисовали. Да. А лаком покрыли, да? Нет, нет, нет. Это такая фолия. А, окей. Пленка. Пленка. Да, пленка. Да. Ну очень красиво же. Да. Класс. Да. А я начала снимать про то, как Пасху отмечают здесь. Да. Ну, тирольская уже прошла, а православная еще будет. Вот. Да, поэтому у меня все яйца еще. Угу. Очень красиво. Очень красиво. И видишь, это все сливы, если ничего не случится. Эти пузыри. Да. Бутончики. Класс. Я надеюсь, она выдержит и летом будет очень много. Да, да, да. Приди, приди. Они нет осенью, они уже летом. Летом, да. Они такие вкусные. И знаешь, как это дерево зовут? Катенька. 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 Расти хорошо. Большой. У меня уже получила. Катенька. Да? Катенька, да. Катенька. Да. В общем, Катенька, будь молодцом. Молодец. Будь молодец. Давай это, расти, сливы принеси, чтобы летом можно было... Чем ты занимаешься? Учусь на архитектора и работаю. Да, ну понятно. Это это. Я хотела всегда такой домик. Давай. Давай эту шелку для меня здесь. Поэтому пошла учиться на архитектора. Наслаждайся. Ой, здорово. Да я уже. Потрясающе. Вот так вот. И там еще эти домовые. Домовой? Да. Домовые. Тоже сами делали? Да. Нет, это мы нашли. Нашли? Это кто-то хотел выбросить и Владимир туда мой придет. Не, ну как? Ну это что, домовые? Да, они там напугают. Да, да, да. Не случилось. Класс. Они вручную сделаны. Да, я вижу, да, из ветки. Да. Классно. Ну, молодец. Архитект наш. Ну. О, сова. Да. Класс. Спасибо большое. Ах, ну да, их же еще положено бить. Какой победит? Левая или правая? Ваши ставки, господа и дамы. Ну. Победила левая. И это хорошо, наверное. В принципе, все равно это же мои руки. Победила дружба. Вот. Всем здоровья, удачи и успехов.